Прием земляне, ракета на старте! Меня зовут Сергей Рат, это канал RocketPitch, где мы публикуем длинные обзоры блокчейн-проектов, сервисов криптовалютных в формате скринкастов, чтобы тебе было легче с этим разбираться. И сегодня у нас сервис, криптовалютный сервис Апитрейд, который дает нам возможность автоматически торговать на биржах, даже когда ты спишь приумножать свои бабулесики. Криптовалютный робот И также есть у нас чат в Телеграме, также у нас есть чат в Телеграме, роботчат, ссылочка находится в описании, там все наши робовладельцы. Ну и сразу отмечу, что это у нас обзор такой, обзор обзорный, то есть здесь будут основные моменты о том, как уже пользоваться роботом, как его настраивать, я сделаю несколько подробных и отдельных видео. Итак, что же такое Апитрейд? Это такая штука, это сервис с алгоритмами трейдинга, который работает за тебя, то есть ты подключаешь биржу через Апи-ключи и он совершает сделки купли-продажи, выставляет ордера на покупку и на продажу. Несколько стратегий здесь есть, мы сейчас про них поговорим отдельно. Разработчики постоянно работают над ним, потому что они заинтересованы своей кровушкой, потому что они получают 50% от твоего профита. То есть сам робот он бесплатный, но при этом тебе нужно отдавать 50% от профита. Много это или мало, я считаю, что нормально это дает возможность быть заинтересованным разработчиком и постоянно улучшать алгоритмы. То есть это не та ситуация, когда покупаешь робота за какие-то космические деньги и потом через неделю он перестает уже так работать, потому что алгоритмы устаревают, а тебе пообещали, что они будут обновляться, а они не обновляются, потому что бабулейсики с тебя уже получили. Короче, мне кажется, это идеальная система. Ну а о всех рисках криптовалютных роботов, о подключении через Апи-ключи у меня было отдельное видео в нашем основном канале Ракет Т8, ссылочку я положил в описании, обязательно его посмотри. То есть это с одной стороны опасно, с другой стороны безопасно, но любая криптовалютная делюга имеет повышенный риск. Здесь низкие риски, потому что используются продвинутые алгоритмы торговли, и здесь есть межбиржевой арбитраж и внутрибиржевой арбитраж. Но правда межбиржевой арбитраж пока еще не работает должным образом, но сервис постоянно допилится. Но что касается предсказуемого дохода, это конечно ребята загнули. Конечно, сервис находит самые прибыльные валютные пары, самые прибыльные сделки, но доход у тебя будет непредсказуемым, я тебе могу сказать. Но он будет, потому что это в любом случае лучше и интереснее, чем сидеть постоянно в терминале и торговать ручками. Ну, кто умеет торговать ручками, для того это и подходит, а кто ручками торговать не умеет или им некогда, вот как раз идеальный вариант использования Апи-трейд. Он без абонентской платы, здесь нет такого, что с тебя берут 100 баксов каждый месяц или что-то такое, но при этом 50% от профита ты отдаешь. При этом ребята, разработчики компенсируют в том числе и убыточные сделки. Конечно, робот настроен таким образом, чтобы постоянно делать в плюс, но если в течение определенного времени сделки долго не закрываются, то тебе часть 50% твоего убытка сервис компенсирует. Ну, почему 50%? Потому что 50% профита они берут и, соответственно, 50% риски на тебе лежат. По-моему, все честно. Что касается безопасности, да, здесь не хранятся бабки именно в сервисе. Ты свое криптобабло заводишь на свою любимую биржу. С какими биржами работает сервис, сейчас мы отдельно посмотрим. И деньги у тебя хранятся на бирже, а сервис лишь делает сделки купли-продажи. А комиссию свою он списывает не у тебя с биржи. Комиссию он списывает из личного кабинета. Соответственно, куда ты заранее бабулесики свои положишь. Но если ты будешь подключаться, сейчас я тебе могу активировать 16 долларов бонусом, чтобы ты смог проверить, как это работает. Но сейчас об этом чуть позже. Гарантия, да. Компенсация до 100% убытка от неудачных сделок. Ну, 100% убытка, если сделка провисела более 45 дней. То есть, робот закрывает все сделки в плюс, но иногда бывает такое, что он купил на хаях, да, и прокатился. Ну, не будем уточнять, на чем прокатился. Ну, короче, долго сделки висят незакрытые, потому что курс неподходящий, чтобы сделку закрыть в плюс. Ты можешь сам сделку закрыть по истечении 45 дней и получить 100% компенсацию. Ну, и это достаточно просто. Тебе не нужно будет настраивать самому алгоритму. Здесь уже все настроено. Сейчас я тебе покажу, насколько это просто работает. Биржи все здесь объединены в один интерфейс. Причем у тебя здесь есть возможность не только, чтобы робот торговал, да. Если ты, например, что-то хочешь купить, то ты можешь здесь купить, поставив монету в черный список, и робот ее не будет трогать. Сейчас подключены всего несколько бирж. Это Кукоин, это Бинанс, это подключена биржа Окикс и биржа Хобби. Как он работает? То есть он делает много-много-много-много-много-много-много-много и даже больше сделок с очень маленьким профитом. Но они низкорисковые и при этом их много. Конечно, уровень риска ты можешь регулировать самостоятельно. Сейчас мы посмотрим в личном кабинете, как это происходит. Примерно 1% в день профит, в зависимости от рынка. То есть 1% в день профит, это получается 365% годовых. 50% забирает комиссию робот, сервисы, и получается около 180% годовых в крипте. Это без учета роста курса. Это конкретно сколько тебе сатошиков накапает. Здесь ты можешь посмотреть сравнительные преимущества по сравнению с ручной торговлей, по сравнению с торговлей с помощью ботов. Ну, предсказуемый доход каждый день. Здесь ребята, конечно, разогнули. Минимальный риск – да. Не требует настройки постоянного контроля – да. Автоматический выбор торговых пар – да. Межбиржевой, внутрибиржевой арбитраж – да. Частично, потому что межбиржевой пока не работает должным образом. Часто, по чесноку говорю. Высокочастотная торговля – да. Без абонентской платы – да. Ну, и здесь часто задаваемые вопросы. Об этом ты можешь узнать подробнее. Сейчас мы это разберем. Есть партнерская программа, когда ты 10% получаешь с того дохода, который получает твой друг. Ну, например, робот наторговал твоему другу. Ты позвал своего друга. Робот наторговал ему, ну, например, плюс 200 баксов. Соответственно, 100 баксов забрал сервис, а 100 баксов осталось у твоего друга. И при этом 10%, то есть 10 баксов тебе капнуло. Но это забирается не у друга, а это забирается с тех доходов, которые получает сервис. По-моему, достаточно справедливо. Также есть конкурс, да, где разыгрывали вот сейчас, до 31 мая, iPhone X. Вот Кирилл, наш главный робовладелец, получил 4000 долларов дохода. За счет того, что он приглашал много своих друзей, он получил iPhone X. Первые 10 человек получили iPhone X. Ну, вот, как ты видишь, ракета на пятом месте. Скромные, 788 долларов. Ну и ладно, зато iPhone X в кармане. Короче, конкурсы постоянно проводятся. Давай все-таки будем заходить в сервис. То есть, здесь ты подключаешь двухфакторную аутентификацию, чтобы никакая зараза сюда не пролезла. Ну, если даже пролезет, конечно, это все равно безопасно, потому что деньги у тебя хранятся на бирже, но какая-нибудь зараза может тебе там что-нибудь как-нибудь эти сделки понаделать не так, как нужно. Ну, о рисках и опасностях торговых ботов я рассказывал в отдельном видео, еще раз говорю. Вот так вот выглядит личный кабинет. Вот здесь система ругается о том, что нужно 1-5% депозита иметь вот на балансе. Но когда ты активируешься и подключишь биржу и заведешь туда хотя бы 200 баксов, то я тебе автоматически, потому что я вот захожу сюда в раздел партнеры и в раздел рефералы, и вот здесь высвечиваются все ребята, которые зашли по моей ссылке. Вот я начисляю каждому там по 16 долларов, когда подключена биржа и есть хотя бы 200 долларов баланс на бирже. У меня появляется такая зелененькая кнопочка начислить бонус. Я регулярно это делаю по утрам и вечерам, никого не забывая. Вот видишь, сколько по 16 баксов я уже активировал. Ну, вот сейчас зелененькой кнопочки нет, потому что я всем уже раздал. Давай посмотрим панель управления. Ну, вот здесь баланс в долларах. Его можешь пополнять либо криптой, либо можешь пополнять Яндекс деньгами. Здесь система ругается о том, что лучше 1-5% от депозита. То есть, если ты 1000 долларов завел, то здесь, соответственно, у тебя должно быть от 10 до 50 долларов. Ну, также вот он ругается, что у меня ICX, то есть ICON в черном списке, но я просто купил, чтобы он у меня был, и я поставил черный список, чтобы робот им не торговал. Здесь вот они указаны, те биржи, но вот эти серенькие, они уже у меня отключены, потому что я поставил на стоп. Это я потом в отдельном видео расскажу, как я это делал и зачем. Сейчас пока обзорная. Здесь показывает доход. Ты можешь выбрать, лучше, конечно, использовать ту валюту, в которой ты заводил, чтобы он тебе показывал именно в битках. Лучше всего начинать с битка. Альты он хуже наращивает, эфир он хуже наращивает, биток он лучше всего наращивает, потому что самое большое количество валютных пар, потому что с битком торгуются все. И здесь он тебе показывает доход в Сатоши, ну либо ты можешь для того, чтобы тебе было удобно, чтобы он показывал в долларах, но тогда у тебя здесь будет не совсем актуальная информация. Доход от рефералов вот 10 долларов сегодня накапало. Вот они последние сделки, видишь какие проценты тут. Ну вот здесь, если проценты посмотрим, у меня сейчас много незакрытых сделок, поэтому здесь проценты небольшие. Когда ты только запускаешь ботов, он разгоняется, он тебе может показывать 3,5-10 миллионов процентов годовых. Сейчас у меня показывает он мало, потому что у меня много незакрытых сделок с мая. Вот именно поэтому такое происходит. А так стандартная доходность здесь 180-300 процентов годовых. Вот так он нормально работает. Вот они показаны, последние сделки по алгоритму волны. Вот видишь, какие цифры получаются. То есть много-много-много-много-много сделок в разных валютных парах. Алгоритм волны. Что это такое? Это торговля в рамках одной валютной пары. То есть он купил, например, ЗИЛ, да, ну я не знаю, там за определенную цену, например, там за 10 центов он купил ЗИЛ. Если ЗИЛ пошел вверх, там, например, он стоит 12 центов, он этот ЗИЛ продал. И если ЗИЛ пошел вниз, и постепенно он еще докупает, усредняя цену, и потом, как только ЗИЛ немножко оттолкнулся от дна, он продает, соответственно, закрывает сделку. И таких сделок будет много-много-много. Алгоритм зеркала. Это межбиржевой арбитраж. Как ты видишь, ну я его отключил, потому что здесь у меня одна сделка была в минус. 7 центов, две были плюсовые. Алгоритм зеркала как работает? Ну со временем ребята его настроят, он будет работать нормально. Кстати, чтобы ты не запарился и знал, какие алгоритмы подключать, у нас есть чат в Телеграме, заходи, там у нас есть инструкции, ты можешь задавать вопросы. Алгоритм зеркала это межбиржевой арбитраж. То есть, например, на одной бирже монетка стоит дешевле, на другой стоит дороже. Соответственно, на одной бирже можно эту монетку купить, чтобы как бы перегнать на другую биржу. Но здесь робот не гоняет между биржами, во-первых, потому что это небезопасно, во-вторых, потому что это занимает определенное время. Пока ты купил и переводишь, там, соответственно, курс может измениться. Для того, чтобы алгоритм зеркала работал, поэтому называется зеркала, то есть тебе нужно иметь одинаковые монеты на разных биржах. То есть, если, например, биток на одной бирже дешевле, а на одной дороже, то получается, на одной бирже он биток докупает, а на другой продает. За счет этого получается профит. Теперь алгоритм кольца. Алгоритм кольца прикольная штука. Это внутрибиржевой арбитраж. Он ловит разные валютные пары. И эльф он продает в эфир. На эфир покупает мид. Мид продает за биткоин. И на биткоин покупает эльф. Таким образом, он увеличивает эльф. Сегодня было очень много сделок по эльфу. Очень классный алгоритм. Ну, здесь последние входы, когда ты настраиваешь аутентификацию. Биржи и алгоритмы. Следующий раздел. У меня пока подключена биржа Binance. Соответственно, она подключается через API-ключи. С помощью вот такого функционала «Добавить биржу». Здесь ты указываешь название, как хочешь называешь. Можно выбрать 4 биржи. Здесь добавляется API-кей и API-сикрет. Это я потом сделаю инструкцию, как этим всем пользоваться и как подключать. Это достаточно легко. То есть, тебе нужно просто подключить через API-ключи биржу и нажать вот здесь «Активировать». У меня здесь нет «Активировать», потому что он у меня уже активирован. Ну и когда ты подключаешь, у тебя будут видны следующие алгоритмы. Это алгоритм кольца. Здесь указано, какой это алгоритм. Как он работает. Лучше всего наращивать биток. Ты можешь настроить его как опытный. И указать максимальный срок жизни кольца. Конечную монету для неудачных колец. Алгоритм волны. Ты можешь включить ручную настройку. И здесь, например, 50% риска. Если ты уверен, что рынок будет расти, ты ставишь очень рискованно. Либо ты можешь вообще поставить на ноль, но тогда будет сделок меньше. Здесь есть алгоритм кольца плюс. То есть, если есть у робота незакрытая волна. То есть, он купил зилику, помнишь, за 10 центов. И зилика пошла вниз. Он усредняется, усредняется, усредняется. Докупая ниже и ниже и ниже. Но пока целевой цены не может достичь. И тогда, пока эта волна висит, он проводит межбиржевой арбитраж. И эту волну еще усиливает кольцами. То есть, он зилику приумножает. Он ее продать пока не может. Но при этом зилику приумножает. Также есть алгоритм здесь антицунами. Который уже работает. Это работает на тех медвежьих трендах, когда рынок идет вниз. То есть, по сути, робот просто шортит эту монету. Ну, ручные настройки включать лучше не надо. Вот эта клавиша OFF должна быть. Вот здесь он, он сделает. Зеркала у меня выключены. Я рассказал, что это работает. Это алгоритм цунами. Он пока доступен не у всех, а у тех, кто тестирует. Я подвязался тестировать, потому что мне нужно подписчикам рассказывать, как это работает. Алгоритм цунами, он анализирует, какая монета начинает набирать торги. По монете, которая увеличивается торги, она начинает набирать обороты. И он на ней зарабатывает. И он может зарабатывать на ней много. Ты можешь здесь включить ручные настройки, отключить усреднение при снижении цены и так далее. Короче, это для тех монет, которые пампятся, которые очень быстро растут. Можешь сохранить и запустить, я не буду пока этого сделать. История сделок. Ты можешь здесь отфильтровать сделки. Можешь отфильтровать по бирже, по дате, по алгоритму. Закрытые, открытые и так далее. Вот они, сделки есть. Вот у меня здесь уже доступна кнопка Panic Sell. Если ты на нее нажимаешь, то ты освобождаешь, соответственно, эту монету. То есть, если ZIL, например, у нас завис, то, соответственно, биток освобождаешь для того, чтобы система опять дальше продолжала торговать. То есть, он продает это все по Panic Sell. При этом компенсация у тебя происходит 50%. То есть, если ты в убыток ушел на 100 долларов, тебе компенсируется 50 долларов вот сюда на этот баланс. Вот ты можешь увидеть все эти сделки. Вот они закрытые, вот они плюсовые. Иногда здесь бывают минусовые сделки. Это тогда, когда они долго висели. Иногда бывают ошибки, потому что API-ключи у бирж работают не всегда хорошо. То есть, бывают иногда сбои. Но это чисто со стороны бирж. Здесь есть кнопка Panic Sell. Короче, если сделка висит дольше 45 дней, то по Panic Sell ты получаешь 100% компенсацию. Здесь есть раздел монеты. Здесь также ты можешь отфильтровать, выбрать биржу. И тебе он покажет только те монеты, которые на этой бирже. Можешь, кстати, монетку в черный список поставить, для того, чтобы он ей не торговал вообще, если ты ее холдишь, например. Но при этом у робота есть определенные ограничения. То есть, он в этой валютной паре не может торговать, тогда он будет менее эффективен. Ну и здесь ты можешь посмотреть монеты, которые не используются. Например, Bitcoin Cash. Выбрать ее. Вот ноль использования. И ты можешь ее обменять на биток внутри. И при этом не заплатив никакую комиссию. Здесь история битражных возможностей. Ну, ты можешь ее посмотреть. Там как бы ничего интересного нет. Это все то, что за предыдущие сутки было и где можно было поймать. То есть, 2%, 1%, 1,69%. Ну, зеркала и межбиржевой арбитраж – это такая штука. Ну, по идее, она должна быть беспроигрышной. Потому что покупается и продается прям одновременно. Но, с другой стороны, за счет того, что биржи иногда тормозят, получается, ну, система не успевает. Здесь раздел финансы. Пополнение счета. Можно с Яндексом, можно битком, можно любой криптовалютой. Скоро ребята сделают свой платежный мерчант. История списания и начислений можно переводить другим пользователям. Партнерская программа. Здесь ты можешь посмотреть партнерские ссылки. Вот сайт доступен на нескольких языках. В том числе корейский, японский, французский или китайский. Здесь рефералы, которые я тебе уже показывал. Здесь трафик. То есть, те люди, которые приходят по твоим ссылкам. Откуда они приходят, с какого IP, с какой площадки они пришли. Зарегистрировались они или нет. Здесь ты можешь посмотреть. Ну, здесь конкурс. Я тебе уже говорил о нем. Да, вот, соответственно, вот эти вот. Причем, 10 первых получили айфоны. Вторая десятка получила, по-моему, по 500 баксов. Третья десятка, по-моему, по 250. Что-то такое. Ну, я не помню. Короче, можешь посмотреть. Здесь есть промо-материалы. Баннеры. Если ты занимаешься трафиком и просто можешь поставить у себя, например, на сайте это все. И это все будет само работать. Система будет сама как бы делать все для того, чтобы человек зарегистрировался и так далее. Здесь есть техподдержка. Частые вопросы. Ты здесь найдешь ответы практически на все вопросы. Ну, вот здесь тупые. Есть вопрос, что такое криптовалюта. Почему биткоин будет расти? Для чего нужен сервис и почему он может быть полезен в сравнении с ручным режимом? Насколько просто пользоваться сервисом? То есть, нужно просто биржу через API-ключи подключить. Это будет отдельная инструкция. Я тебе покажу, как это делать. Почему нам можно доверять? Потому что, ребята, реально. Я встречался с Дмитрием в Москве. Я с ним разговариваю перед тем, как заниматься этим. Перед тем, как об этом говорить на широкую публику. А нас уже в команде получается полторы тысячи человек. И мы с Кириллом, получается, одни из лидеров по партнерской программе. Я встречался. Ну, и, соответственно, мне нужно было понимать, насколько это все работает. И человек, это основатель проекта API-шопс. Ну, если ты знаешь, если ты там 2010-2013-2015 годы был в интернете, значит, ты знаешь этот проект. Я его знаю. Не буду останавливаться подробно. Как убедиться, что сервис работает в плюс? Хочу, чтобы у меня увеличился баланс в битке. Ну, изначально я уже говорил, да, что лучше всего биток начинать, чем эфир или чем альты, чем USDT, потому что по битку больше всего валютных пар и, соответственно, у робота больше всего возможностей. Если хочешь приумножать определенный альткоин, то это тоже можно сделать. Если ты холдер, например, купил монетку на долгосрок, то он просто может приумножать эту монетку. Как разработаны реферальные программы? О компенсациях за неудачные сделки. Здесь все описано, все правила подробно указаны. Работа с сервисом. Как начать? Как работает? Может ли продать в минус? Насколько безопасен? Когда стоит включать режим? Когда panic sale включать? Финансовые вопросы. Пирамида, это не пирамида. Ну, я уже сказал, что деньги хранятся у тебя на бирже. Здесь ты заводишь только баланс для того, чтобы система списывала комиссию. Если у тебя здесь денег не будет, то робот просто не будет открывать новые сделки. 50% комиссия. Мне кажется, это слишком дорого. Я уже сказал свое мнение и свое отношение к этому. Зато это гарантия того, что разработчики будут постоянно улучшать сервис. Рост портфеля. Много это элемана. 0,5% в день. Как пополнить сервис? А биржа? Нужна ли верификация? Как подключить по API? А вот еще нужно обязательно, если ты пользуешься Binance, нужно купить BNB монетки изначально, чтобы у тебя была 50% скидка на комиссию биржи. И тогда он будет списывать комиссию с BNB. Потом система сама BNB докупает. Но это особенность Binance. На самом деле у Binance получается самая эффективная торговля. Можно ли создавать несколько аккаунтов на одной бирже? Да, это возможно. И лучше всего создать несколько аккаунтов. Но я еще раз говорю, я отдельное видео сделаю, где все вопросы безопасности расскажу. Лучше несколько аккаунтов, потому что мелкие депозиты почему-то торгуются лучше, чем один крупный. Отличие от аналогов, возможные проблемы и риски. Ну вот надо сказать, что у ребят пока поддержка не очень хорошо работает, но сервис активно растет и развивается, поэтому поддержка не справляется. Но я думаю, что в ближайшее время они эти моменты закроют. Но у нас есть чат в Телеграме, где ты можешь, соответственно, задавать вопросы. И тебе ребята прошаренные ответят. Но там есть также очень много паникеров, которые зашли и хотят больших и быстрых иксов и сразу, и смотрят, что робот вроде там что-то купил и не продает долго. Но на все эти вопросы я отвечу в отдельном видео. На самом деле это нормально. И для инвестора, который заходит на долгосрок и пользуется этим сервисом, важно, чтобы там купил, забыл, а еще и сервис приумножает там что-то. Это вообще прикольно. Когда это работает на автомате, тебе не нужно каждый раз туда лазить. Короче, вот такой вот сервис. Рекомендую тебе ознакомиться. Это не призыв пользоваться им. Но я примерно рассказал, что это такое, как это работает. Про риски отдельное видео есть. Надеюсь, было полезно. Если так, с тебя большой палец вверх. В комментариях напиши, пользуешься ли ты этим сервисом или нет. А если нет, то почему. Ну и, как всегда, подписка на канал, нажимай колокольчик. Добришка, баблишка. И крепкой-крепкой шишки тебе, братишка. Маршрут нашей ракеты не изменен. Только Туземун. Конец связи, землянин. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok